Неутешительные итоги управляющей компанией МУП ККП. Горожане сдолжали десятки миллионов рублей за коммунальные услуги. Игнорирование долгов может привести к весьма неприятным последствиям. Если бы я не оплачивала все свои счета, у меня не было бы ни горячей воды, которая льется, ни холодной воды. Да плюс ко всему, если бы я не оплачивала и свет, то и света бы не было. Жительница Десногорска Татьяна придерживается простой бытовой философии. Пришла квитанция – надо оплатить. Если проигнорировать, в следующем месяце будет в два раза сложнее. В том, что финансовая самодисциплина в итоге сбережет не только деньги, но и нервы, согласна и ее соседка Валентина. Долги копятся, суммы большие, потом труднее их возвращать. А поэтому может еще дойти до судебных разбирательств. По умыслу или ввиду жизненной ситуации, но в долговой яме находятся сотни десногорцев. Общая сумма задолженностей жителей перед МУП ККП составляет свыше 90 миллионов рублей. Понимая, что год выдался непростым, методы воздействия на должников выбирают соответствующие. Мы два раза в месяц вывешиваем номера квартир, которые имеются за должности. Ну, с задолженностями боремся, но очень тяжело получается. При накоплении суммы долга за более чем три месяца и неэффективности других мировоздействия, коммунальщики приступают к взысканию по суду. Это может привести к аресту денег на личном счете должника или к описи личного имущества. Когда же желание оплатить долги есть, но нет возможности, можно обратиться с заявлением о реструктуризации или рассрочке платежа. Лицам, имеющим низкую заработную плату, МУП ККП предлагает заключить соглашение о рассрочке платежа, обратиться за оформлением соответствующей субсидии. Также имеется возможность заключения трудового договора с условием отработки имеющейся задолженности. Получается, что при желании возможности оплатить долг найти можно, а каким образом, добровольно или по решению суда, каждый решает сам. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Александр Ерофеев, Десна ТВ